Границы глобальной устойчивости и скрытые аттракторы в системах постройки частоты. Если сравнивать с предыдущим докладом, вообще будет много пересечений. Нас будет интересовать вопрос именно... То есть это тоже нелинейная динамика некоторых объектов колебательных, но нас будет интересовать в основном глобальный анализ. Сейчас вот когда у нас один глобальный аттрактор, и из любых начальных данных мы к нему притягиваемся, хорошо, если этот аттрактор это стационарное множество обычных инженерных систем, то вот все хорошо. А значит, как доказать, что в фазовом пространстве у вас нет других аттракторов, то есть нет мультиустойчивости. А если у вас эта мультиустойчивость появляется, у вас появляется несколько локальных аттракторов, то возникают задачи выявления всех таких аттракторов. И такая простейшая задача, которая до сих пор не решена, и вот может быть кто-то из молодых здесь ученых ее решит, это 16-я проблема Гильберта. Гильберт спросил для двухмерных полиномиальных систем, сколько может быть на плоскости предельных циклов. Ну вот эта задача даже для квадратичных полиномов до сих пор не решена. И значит, наилучшие результаты такие. Вот то, что можно сделать конструктивно, и это школа Андронова, Шильникова, знаменитый результат Баутина. Значит, можно получить три цикла, значит, малых через бифуркации, и один большой построили китайцы, вот четыре цикла. А оценка сверху аналитическая, что число вот таких, ну там, аттракторов в прямом или в обратном времени, соответственно, нас интересуют устойчивые и неустойчивые циклы, что число таких циклов конечно. Вот такой огромный зазор для очень простой двухмерной полиминальной системы. Ну вот теперь к специфике той задачи, про которую буду рассказывать я, это тоже такие колебательные системы, и вот, значит, впервые вообще задача синхронизации, она была как-то использована на практике Гюйгенсом. Гюйгенс занимался, знаменитый голландский ученый, занимался вопросами навигации, и, в общем, определения там позиции корабля, и для этого использовались часы. И он заметил, что в комитете корабля, на котором он плавает, маятниковые часы, значит, ну вот маятники есть, значит, сейчас у всех вот такие электронные часы, да, и, наверное, значит, может быть, даже не все их видели, но вот такие там у родителей, может быть, часы с кукушкой, да, значит, маятник, там, гирька, вы, значит, оттягиваете. И Юнин заметил, что вот эти маятники, они, независимо от того положения, от тех начальных данных, которые вы выбрали при запуске, через некоторое время начинают колебаться в противофазе. Вот антифейс синхронизейш. Ну и он поставил задачу математического описания этого эффекта, и, в общем, значит, выяснилось, что балка пытается демпфировать. То есть, если у вас начинаются синфазные колебания, то маятники пытаются балку раскачать, а, значит, балка раскачиваться не хочет. Вот, и поэтому она вот некоторым образом проводит процесс синхронизации, и у вас начинаются такие антифазные колебания, когда балка, значит, ну вот некоторым образом не нагружается, по крайней мере, на движение. Практическая задача, которая важна сейчас в электронике, это, значит, у вас мастер-слейв синхронизация, значит, это взагон, значит, mutual синхронизация. А нам интересно мастер-слейв синхронизация. То есть, когда у нас есть один колебательный процесс, и мы хотим, чтобы другой колебательный процесс под него подстроился. Ну вот радиоэлектронику. У вас есть, значит, радио, у вас есть входной сигнал модулированный, и вам нужно локальный, значит, ваш генератор подстроить к той же частоте и фазе, и тогда вы можете считывать данные, да, и у вас появляется какой-то радиосигнал. Впервые такая идея была предложена сэром Апплтоном. Он, это 1919-1920-е года, он изучал ионосферу, выпускал радиосигналы и смотрел, как эти радиосигналы отражаются, как меняется частота. Он стал Нобелевским лауреатом в 1947 году за эти исследования и предложил простую схему. Значит, вы берете входной синусоидальный сигнал, берете, значит, сигнал синусоидальный, который вы генерируете, перемножаете эти два сигнала, это называется фазовый детектор, у вас получается там, соответственно, синус суммы, синус разности, синус двойной частоты, вы пропускаете через фильтр, его убираете, и у вас остается синус разность. Ну, соответственно, значит, синус разности частот, если у вас частоты становятся равны, то это слагаемое у вас становится нулевым. А если оно не нулевое, то вы используете вот этот сигнал ошибки для того, чтобы подстроить частоту подстраиваемого генератора. Вот такая достаточно простая идея, которая была реализована. Соответственно, вот здесь некоторые картинки, мы с разными частотами запускаем сигналы, и они начинают подстраиваться. Что значит подстройка? Это у нас в зависимости от того фильтра, который мы здесь используем, мы будем говорить про простые фильтры, значит, там первого порядка, это у нас будет двухмерные системы в начале. Соответственно, подстройка означает, что вы при любых начальных данных должны притянуться к состоянию равновесия. Причем у вас система маятниковая, да, то есть мы на цилиндре, у нас, значит, неустойчивое и устойчивое состояние равновесия, и вам нужно, значит, ну вот притянуться, то есть траектории с точки зрения математики могут притягиваться как к неустойчивым состояниям, да, сепаратриз, так и к устойчивым. Но притяжение к неустойчивым состояниям равновесия вас здесь, значит, ну не очень интересует, потому что с точки зрения физической реализации вы при шумах этого не видите. Ну вот, значит, маятник у вас, да, и я могу единственным образом, ну не единственным, значит, а вот вдоль одной траектории, я могу толкнуть так, что он пойдет наверх и встанет вот так вот. Вот математически я это сделать могу, а, значит, физически нет. Но я буду все равно говорить про глобальную устойчивость, имея в виду, что все траектории должны притянуться к стационарному множеству. Ну вот, какие здесь возникают вопросы, значит, первый вопрос, я вам рассказал так красиво, как перемножаются синусы, как синус с двойной частотой отфильтровывается. Это такое инженерное представление происходящего, за которым стоит теория усреднения, которые занимались в киевской школе, это Крылов, Боголюбов. Есть математические результаты, которые говорят о том, когда у вас динамика в усредненной и неусредненной системе, то есть когда вы выкинули, не выкинули, значит, вот этот синус двойной частоты, она сохраняется. Но мы будем рассматривать автономные системы, а, значит, качественные результаты, которые за этим, вот, значит, требуют, соответственно, рассмотрения дополнительных условий. То есть у вас частота должна быть, соответственно, высокой, фильтр достаточно хорошим, чтобы, в общем, это влияние гасить. Но оказывается, что можно синусы перемножить более хитро, значит, не просто их перемножить, а вот такой двойной перемножитель поставить, и тогда вот в такой двухфазной модели у вас окажется, что динамика сразу будет зависеть только от разности частот. То есть у вас есть физические реализации, когда математическая модель, которую мы рассматриваем, является точной. Это очень важно, потому что, когда вы рассматриваете, ну, вот, какие-то очень тонкие математические эффекты, там, гомоклинику, гетероклинику, а на самом-то деле физическая модель у вас содержит шумы, то возникают вопросы, значит, а, ну, насколько это нужно, потому что гомоклиника – это бифургационная штука, у вас бифургационное значение, там и начальные данные, и параметры, и при шумах вы никогда не увидите этого эффекта, который видите математически. Поэтому важно понимать, как у вас мат-модель соотносится с тем, что у вас в действительности происходит на практике. Ну, вот, значит, здесь такая модель есть, поэтому нас будут интересовать не только грубые эффекты, но и тонкие, потому что для каких-то реализаций они имеют смысл. Ну, PLL имеет различные применения, вот, все сотовые телефоны, компьютеры, радио – это все система, связанная с PLL, это задачи умножения частоты, значит, делителей частоты. В компьютере – это умножение частот, это всевозможные эффекты, о которых я говорил, когда вы смотрите изменения частоты при отражении от различных объектов, в частности, движущиеся объекты, эффекты Доплера, всякие радары. Это вот умножение частот, если кто-то из вас помнит, вот такая была кнопка «Турбо» на старых компьютерах, она умножала частоту на 2. Вот, при этом в документациях, вот у меня такая документация старая была «БЭО», значит, белой сборки компьютера, там было написано, что, значит, в режиме «Турбо» они не гарантируют устойчивую работу в течение длительного времени, потому что вот математическое описание, в частности, вообще было сложным, и очень сложные там физические вопросы возникали, связанные с перегревом и так далее, поэтому рекомендовалось, значит, на серверх эту кнопку не использовать. Ну вот, очень красивое применение, связанное с передачей данных, если взять не одну такую петлю с перемножителем, а сделать две петли и перемножить синус синусом, и синус, повернутый на, значит, там 90 градусов, две петли, эта схема была предложена Костасом в 1956 году, то можно увидеть, что у вас одна цепь, это просто фазовая автоподстройка, и при равных частотах у вас выходит вот нулевой управляющий сигнал, это вот здесь, снизу. А снизу у нас выходят косинусы, и, значит, косинус у вас, соответственно, будет нулярой единички, и вы здесь таким образом будете получать в чистом виде модулированные данные. То есть, вот я взял не чистый синус, а умножил синус на некоторую последовательность данных, да, значит, как в радио. И, соответственно, у меня вот нижняя часть будет мне обеспечивать подстройку, я здесь буду видеть, когда у меня получается синус нуля, это значит управляющий сигнал нуля, я подстроился, а сверху у меня будет косинус нуля, и я буду получать в чистом виде данные. Ну вот можно эту схему дальше усложнять, и таким образом организовывать передачу данных на основе этих схем. Значит, эти системы сейчас активно используются в системе глобальной спутниковой навигации, мы сотрудничаем с такой компанией электроприбор, которая занимается системой навигации для всего, что у нас плавает и летает на всех скоростях. Ну и вот там существенно используется тоже система фазовой автоподстройки, которые позволяют вам проводить обработку данных на нужных частотах, подстраивать там механические гироскопы и различные другие приложения. Значит, теперь возвращаясь к математическому анализу. Вот у нас есть, соответственно, эта схема, мы договорились о том, что эта схема может быть описана автономными дифференциальными уравнениями, то есть у нас обычная динамическая система. И что нас интересует? Нас в этой системе первое, это интересует наличие устойчивого состояния равновесия. Вот в предыдущем докладе был простой пример, где у вас была гамма минус синус фи. Если гамма больше единицы, у вас нет состояния равновесия. Для инженерной задачи это плохо. То есть мы хотим здесь иметь состояние равновесия, и нам нужно, чтобы это состояние равновесия было локально устойчивым. Поскольку система у вас нелинейная, то, значит, стандартные методы вы здесь применяете. Вы, значит, определяете нули правой части этого состояния равновесия, проводите линеризацию, смотрите критерии Рауса-Гурвица и определяете, будет у вас локальная устойчивость или не будет. Система маятниковая, поэтому у вас всегда есть верхнее и нижнее состояние равновесия. Ну и вот таким образом, значит, вообще задача определения глобальной динамики здесь не такая простая. То есть вы не только притягиваетесь к устойчивому состоянию равновесия, где вам все легко достаточно оценивать локально, вы можете строить какие-то поверхности, а вам нужно еще учитывать, что часть траектории всегда притянется к неустойчивому состоянию равновесия. И это осложняет глобальный анализ. Соответственно, вот наличие устойчивого состояния равновесия локального, это так называемый диапазон удержания, когда вы плавно меняете частоту входного сигнала, и система у вас его отслеживает. У вас состояние равновесия устойчивое плавно меняется, и вы остаетесь в его окрестностях. А второй режим, это режим Pull&Range, это режим захвата. Когда вы хотите, чтобы при резких скачках частоты входной, а это значит, что с точки зрения анализа глобальной динамики, из любых начальных данных вы должны притянуться к вашему стационарному множеству. Ну вот такой, значит, диапазон называется по-английски Pull&Range. Соответственно, с точки зрения инженерных приложений, я сейчас вам говорю инженерное определение, а с точки зрения математики понятно, что если у вас фильтр более высокого порядка, и система не двухмерная, а становится многомерной, то у вас вообще говоря вот эти интервалы, даже существование состояния равновесия могут не содержать нуля. То есть у вас, значит, ну вот при равных частотах у вас состояния равновесия устойчивого нету, а при там неравных частотах оно есть. Ну понятно, что с точки зрения инженерных приложений это плохо, поэтому математические определения, которые вы используете для инженерных понятий, их вообще, надо говоря, очень четко проверять, значит, чтобы они соответствовали тому, что действительно у вас в инженерной практике применяется. Ну и то же самое с глобальной устойчивостью. Значит, вот я говорил про притяжение к устойчивому состоянию, к стационарному множеству, вообще говоря, конечно, этого недостаточно, потому что есть примеры, и я здесь покажу один из таких примеров, значит, поганые, когда у вас все состояния равновесия неустойчивы, но все траектории стремятся к ним. Вот, и с точки зрения, значит, математического определения мы здесь имеем, ну вот в рамках того, что я сказал, глобальную устойчивость, а с точки зрения инженерного положения, конечно, у вас система работает, ну, нехорошо. Представьте у вас, допустим, одно состояние равновесия, и все пазовое пространство заполнено у вас гомоклиникой. И вы, конечно, притягиваетесь, у вас есть глобальное притяжение, но ни о какой, значит, устойчивости с точки зрения реальной работы, конечно, говорить нельзя. Ну вот, значит, различные примеры, где инженерные определения, значит, такие интуитивные, не коррегируются с математическими, когда у вас возникают вот эти интервалы, и вам нужно выбирать, значит, интервал, содержащий ноль. Да, очень важно, что у вас здесь система, значит, автономная, она выходит у вас симметричной относительно отклонения частоты, то есть у вас важно только отклонение частоты входного сигнала и подстраиваемого, в какую сторону, в плюс или минус, не важно, у вас в системе есть симметрия. Поэтому мы здесь рассматриваем отклонение частоты и рассматриваем, ну, там, значит, либо положительное, либо только отрицательное значение. Теперь поговорим про локальный и глобальный анализ. Локальный анализ провести легко. Траусбург, линеризация, вы определили, что работать можно, что у вас есть локальная устойчивость в состоянии равновесия. Как бы из этого получить условия глобальной устойчивости? Инженеры все время пытались формулировать различные критерии глобальной устойчивости по первому приближению. Ну вот, чтобы вам показать трудности всего этого дела, я хочу привести вот такой красивый трехмерный пример, предложенный в работе 90-х годов. Это группа из Каталонии. У меня сейчас не помню их фамилию. Это контрпример к гипотезе Маркуса и Мави. А суть этого примера очень простая. У вас есть трехмерная система, в которой в любой точке матрица Якоби имеет собственные числа, все три, равные минус единице. То есть в состоянии равновесия и в любой другой точке базового пространства. То есть локально в состоянии равновесия вам кажется, что у вас локальная устойчивость. И в любой другой точке у вас все собственные числа отрицательны. Ну вот, следует ли из такого сильного условия глобальная устойчивость притяжения всех траекторий к нулевому состоянию равновесия? Оказывается, нет. И здесь очень красиво, в этом примере можно выписать аналитическое решение. Значит, оно имеет вот такой вид. Первая компонента здесь будет положительный экспонент. И это решение уходит на бесконечность. Вот этот пример показывает тонкость связи между условиями локальной устойчивости и глобальной, что вам локального анализа, такого линейного, недостаточно. И нужны сильные дополнительные условия, которые бы позволяли делать вывод по глобальной устойчивости по анализу линеаризации. Ну, что это значит с точки зрения моделирования? С точки зрения моделирования это означает, что аттракторы, вот я спрашивал про начальные данные тоже в нейронах, значит, у вас задача определить глобальную устойчивость численно. Вы хотите, чтобы у вас других аттракторов в системе не было, кроме стационарного множества. Что вы можете сделать? В маятниковой системе у вас всегда есть неустойчивое состояние равновесия, поэтому первое, что вы делаете, это вы из его окрестности выпускаете траекторию численно. Ну, взяли, накидали начальных данных, значит, в окрестности и смотрите, притянулись они обратно к устойчивому состоянию равновесия или нет. Если они не притянулись, то глобальной устойчивости у вас нету, и такие аттракторы соответствуют вот самовозбуждению колебаний, которые описывал Андронов, самовозбуждающиеся колебания. Вы включили систему в окрестность неустойчивого состояния равновесия, подождали, и у вас траектория притянулась. Ну, вот аттрактор Лоренса, три неустойчивого состояния равновесия, в окрестности любого кинули начальные данные, подождали, увидели бабочку. Значит, теперь у вас могут быть аттракторы, область притяжения которых отделена от состояния равновесия. То есть вы, значит, ну, допустим, у вас единственное устойчивое состояние равновесия, а где-то в фазовом пространстве есть аттрактор, значит, что противоречит глобальной выстойчивости. Вот такие аттракторы мы называем скрытыми аттракторами, в том плане, что у вас нету регулярного метода их нахождения. То есть вам нужно каким-то образом определить начальные данные в области притяжения для того, чтобы провести визуализацию такого аттрактора. Ну, вот пример поиска сложности таких аттракторов. Это 16-я проблема Гильберта. Если между цифрой 4 и конечным числом есть система с большим числом циклов, то они будут скрытыми, потому что все остальное тривиально находится. У вас два состояния равновесия, провели линейный анализ, там, квадратичные сними, выпустили траекторию, и самые возбуждающиеся колебания вы элементарно, значит, видите число. Ну, вот, соответственно, скрытые аттракторы. Теперь, что касается границ глобальной устойчивости, значит, я говорил сейчас все время про фазовое пространство, а, значит, нам интересно пространство параметров. В пространстве параметров мы хотим выделить ту область, где у нас есть глобальная устойчивость. У этой области есть граничные точки, там, где у нас в системе возникают, значит, скрытые колебания. Но это не обязательно аттрактор, это просто траектория, которая не притягивается к стационарному множеству, то есть нетривиальное мегапредельное множество. Соответственно, у вас нарушение границы глобальной устойчивости может быть связано либо с локальными бифуркациями, то есть вы вот находитесь в окрестном состоянии равновесия, увеличиваете частоту ПЛЛ, и в какой-то момент видите, что вы в состоянии равновесия у вас потеряла устойчивость. Ну вот нижняя, да, значит, вы все время была устойчивость-устойчивость, вы, значит, параметр меняете, и вдруг видите, что вот вы устойчивость потеряли. Эта граница легко определяется. Она у вас видна и линейными методами, и видна в эксперименте, значит, явная граница или тривиальная граница. Теперь у вас может быть граница глобальной устойчивости в пространстве параметров, когда вы из окрестностей, значит, ну вот у вас нету локальных бифуркаций, вы не видите потери устойчивости стационарного множества, и не видите возбуждения колебаний из окрестностей неустойчивого состояния равновесия. Значит, тут система, как я говорил, более сложная, у нас есть неустойчивое состояние равновесия, поэтому всегда имеет смысл еще отслеживать окрестность, вот, значит, сепаратрисы. Ну, двухмерная система, вы можете просто само одномерное неустойчивое многообразие осмотреть. Притянется оно или не притянется. Это тоже можно делать конструктивно. А вот если у вас где-то в фазовом пространстве не связанная, значит, возникает область притяжения, вот, с состоянием равновесия, то у вас появляется скрытая граница глобальной устойчивости в пространстве параметров, которые представляют основную трудность при исследовании глобальной устойчивости таких систем. Значит, с точки зрения пересечения, я, к сожалению, не знаю, значит, бэкграунд-аудитория, вот, ну, образование большинства из вас здесь, поэтому вот такой слайд подготовил о связи физической такой модели с системой управления. Значит, в системах управления, в теории управления есть стандартная модель в форме лурье, когда у вас уравнение x точкой равняется ax плюс bφ, где φ – это скалярная нелинейность, то есть у вас, значит, нелинейное уравнение с одной скалярной нелинейностью и с линейной частью. Ну, вот, система фазовой автоподстройки может быть в таком виде записана, в стандартном виде лурье. Для этой формы лурье есть результаты, связанные с распространением глобальных подходов, значит, по оценке глобальной устойчивости, вот знаменитый теорема Барбушина-Красовского о глобальной устойчивости, значит, на Западе это принцип лассали инвариантности. Значит, здесь в чем особенность? В том, что у нас есть нулевое собственное число, одно в матрице, ну вот, из-за особенностей системы, и что нелинейность у нас периодическая, поэтому у нас много состояния равновесия, поэтому напрямую Барбашин-Красовский здесь не применим из-за того, что у вас много состояния равновесия, и не применим лассаль, потому что лассаль требует, значит, ограниченности фазового пространства, а глобальное построение требует, значит, неограниченности функции Липунова. Функция Липунова, это, знаете, такие заборы в фазовом пространстве, вы строите такие замкнутые поверхности, которые у вас являются трансверсальными, то есть вы аналитически задаете семейство поверхностей, берете производную силу системы и смотрите, что векторное поле у вас направлено внутрь. Ну вот от семейства поверхностей у вас должно, значит, закрывать все фазовое пространство и охватывать, естественно, все состояния равновесия. Поэтому здесь используется специальная модификация для цилиндрического фазового пространства. Эта теорема, значит, ее предложил Геннадий Алексеевич Леонов, это, значит, школа Лурье и Кубович из Санкт-Петербурга, мой научный руководитель, вот, и мы здесь будем применять соответствующие методы. Ну вот я вам рассказал о тех задачах, которые мы будем решать, а дальше расскажу о некоторых красивых примерах, достаточно простых, но ярких, которые покажут трудность вообще проведения такого анализа. Значит, первые работы, связанные с анализом таких систем, принадлежали Трикоми, это был, там, значит, 20-е-30-е годы, Трикоми исследовал синхронизацию электрических машин, это, значит, близкая математическая модель выходит, и Андронов, значит, очень вдохновился работой Трикоми, и, значит, как раз стал разрабатывать качественные методы исследования, а после Андронова, соответственно, этим занималась активно Нижегородская школа, которой подключились москвичи. И один из вот красивых, таких красивых историй связан с работой Капранова, которая работала в МИИ в Москве, и в 1956 году он исследовал вот такую двухмерную, значит, модель с типовым фильтром, значит, который является линейноустойчивым лидлак-фильтр, и гипотеза Капранова была такая, что аналогично модели Трикоми у вас, значит, потеря глобальной устойчивости связана либо с тем, что у вас исчезает состояние равновесия, либо с тем, что у вас возникает гидроклиника, то есть у вас, значит, вот это одномерное неустойчивое многообразие из неустойчивого, значит, из седловой точки втыкается в следующую точку, и таким образом у вас траектории сверху не могут просто дойти до устойчивого состояния равновесия. То есть у вас, значит, граница глобальной устойчивости в пространстве параметров является здесь явной или тривиальной. Вы можете это отследить эффективно численно, но, значит, сам по себе, с точки зрения математического анализа, ну, результат является, значит, доказательство является вообще длинным, по-моему, порядка восьми страниц посвящено, значит, вот этому анализу, может быть, даже, значит, там больше. Достаточно быстро оказалось, что это не единственные бифуркации, которые приводят к потере глобальной устойчивости, и на это обратила внимание Бубарь, значит, из Низыгрегородской школы, это 61-й год, и одновременно на Западе такой Чарльз Камп, у них были одновременные работы, в которых они показали, что, вообще говоря, потеря глобальной устойчивости может происходить в следующий сценарий. У вас уплощение траектории где-то приводит к тому, что у вас возникает полуустойчивый цикл, который расщепляется на два, устойчивый и неустойчивый. Причем начальные данные того, где это происходит, то есть область притяжения, соответственно, определяется уже непонятным образом, это скрытый аттрактор, вы не знаете, значит, где он возник. Дальше трудность связана с тем, что полуустойчивый цикл, это проблема тоже в 16-й проблеме Гильберта, и вообще очень трудно вычислять численно. У вас полуустойчивая траектория, вы сверху притягиваетесь к ней, снизу отталкиваетесь. Соответственно, в численном методе при дискретизации или при шумах в реальной системе вы будете просто проскакивать и не замечать ни полуустойчивый цикл, ни два близких цикла на цилиндре. Ну, если у вас шаг между ними, значит, расстояние меньше, чем шаг дискретизации. Ну, вот очень интересная история, значит, соответственно, Губарь опубликовала статью, в уравнениях которой оказались ошибки. Результат был правильный, но, значит, окончательных формул не было. Эти ошибки, значит, видимо, она их увидела после корректуры. Ну, вот вам сейчас не представить, вы в техе набираете и все, а тогда, значит, печатали на машинках, а формулы вписали от руки. Я когда увидел ее работу, значит, ну, я вообще не знаю, как можно такое сделать. Вот, там ошибки-то были, ну, в общем, очень небольшие. Шахтарин, соответственно, в 69-м в Москве опубликовал работу по мотивам, значит, работы Губарь, где рассмотрел более сложные там характеристики, обобщил ее случаи и в финальных формулах тоже допустил ошибки. В результате, значит, в настоящее время оказались только численные диаграммы. Вот, правильно, это работа Белюстяной с Нижегородской школой, значит, она опубликовала статью в 70-м году, где привела численные, вот, значит, бифрукционные диаграммы по строению границ глобальной устойчивости, но написала, что формул до этого момента до сих пор нет. Ну, вот, мы, значит, недавно занимались этой работой и там доработали немножко, значит, те методы, которые были, которые нам позволили, значит, для кусочной линейной системы, когда у вас не синус, значит, возникает и вам нужно работать со сложной системой, а когда характеристика кусочной линейной, аппроксимация такая синуса, значит, и траектории можно, следуя там подходам Андронова, проинтегрировать и шить. Ну, вот, значит, мы, соответственно, здесь все доделали и смогли и формулу привести, и повторить численные результаты. Ну, вот, давайте посмотрим на то, что здесь происходит. Вот это у нас пространство параметров, вот это наша частота, которую мы хотим определить максимальную распозировку между входным и выходным сигналом, при которой есть глобальная устойчивость. Как происходит физический эксперимент? У вас задаются физические параметры фильтра, значит, каких-то коэффициентов усиления и так далее, и нужно определить максимальную разность частот, при которой будет глобальная устойчивость. Вы начинаете с равных частот, где функция липунова тривиальная вам дает глобальную устойчивость, и начинаете увеличивать эту частоту. Ну, вот, интересно, значит, что вы видите. Вы, когда включаете систему, включаете PLL, траекторию, у вас из любых начальных данных, ну какие бы они ни были, вот вы свет включили, да, там в комнате, включили, значит, эту систему, она притягивается к устойчивому состоянию равновесия. И вообще говоря, моделировать из произвольных начальных данных физически вам очень трудно. Вот это здорово, значит, когда вы математически можете накидывать там начальные данные и что-то смотреть. А в физическом эксперименте анализировать фазовое пространство вообще очень трудно. Ну вот вы, значит, сидите в этом состоянии равновесия устойчивого, крутите ручку и медленно, значит, подходите к вот этой границе. Если вы идете вот в этой области и подходите к зеленой части границы, то при ее пересечении у вас состояние равновесия просто исчезнет, и у вас на цилиндре появится один глобальный аттрактор. Значит, это вот устойчивый цикл. С точки зрения, значит, определения, его область придержения не касается состояния равновесия, это будет скрытым аттрактором. Но, значит, на цилиндре, такого, кстати, не бывает в вивклидовом фазовом пространстве, значит, в вивклидовом фазовом пространстве глобальный аттрактор всегда содержит состояние равновесия. Ну, из-за теорем, значит, браудерового неподвижной точки, потому что у вас есть абсорбинг сет, который вы итерируете динамик, и он дает вам неподвижную точку. А на цилиндре у вас, оказывается, могут быть, значит, глобальные аттракторы без состояния равновесия. Ну, вот, значит, вы начинаете видеть здесь периодическое решение и понимаете, что дальше плохо, идти не нужно. Теперь, вот здесь синий участок границы, здесь все сложнее. Синий участок соответствует появлению гидроклиники. С точки зрения физического эксперимента все то же самое. Вы сидите в окрестном состоянии равновесия, и чтобы отслеживать неустойчивое, вообще, одномерное многообразие седла, нужно предпринимать, значит, ну, какие-то очень существенные усилия. Ну, с точки зрения математики у вас проблем нет, вычислили собственный вектор, взяли на нем начальные данные и смотрите, куда, значит, оно притянется. Вот, соответственно, вот эта точка, эта, значит, точка вот здесь, пока мы в устойчивости. У нас, значит, там и сепаратриса притягивается, и из окрестности, значит, там абсорбинг сет мы притягиваемся. У вас все хорошо. Значит, дальше у вас возникает эта гидроклиника, ну, вот, которую мы можем, значит, найти аналитически, но ее тоже непросто найти в физическом эксперименте. Это тоже участок границы, который, значит, ну, можно, в общем, разумно вычислить. Теперь участок границы, где у вас до гидроклиники, которая, значит, вот этой пунктирной прямой соответствует, возникает скрытый отраг. Здесь ситуация хуже, потому что вы отслеживаете и окрестность неустойчивого состояния равновесия, и устойчиво, и видите притяжение к стационарному множеству. А оно у вас вот здесь уже потеряно. У вас возникает, значит, здесь устойчивое периодическое решение, и если у вас в системе произойдет, ну, какой-то там шум или какое-то шоковое воздействие, то у вас система вместо того, чтобы притянуться к рабочему режиму устойчивому, начнет колебаться вдоль вот этого периодического решения. И система у вас не будет работать, то есть синхронизация у вас не происходит. Ну, и вот, значит, вот эта граница, часть границы, она является здесь скрытой и, значит, очень неприятной для инженеров. В физическом эксперименте вы ее не видите, а в математическом эксперименте вы ее теоретически можете найти, но это хорошо, у вас двухмерное фазовое пространство, вы можете, ну, там сделать вид, что вы его все просчитали. А если у вас, значит, ну, такие фазовые пространства, как были в предыдущей лекции, когда у вас тысячи нейронов, то есть у вас колоссальная размерность, то даже если вы начнете рэндом накидать точки, то никаких гарантий того, что вы найдете все аттракты у вас, естественно, нет. Ну, вот такая красивая задача, значит, и дальше я обещал показать красивые фазовые портреты, связанные с поведением на самой границе. Вот такое интересное поведение, где у нас состояние равновесия сливаются устойчивое и неустойчивое в системе, и поведение такое, с точки зрения определения у нас есть глобальная устойчивость, все траектории притягиваются к стационарному множеству, вот, значит, здесь мы притягиваемся сюда, а из этой точки у нас одна траектория выходит, образуя здесь полицикл, значит, идя в следующее состояние равновесия. И вот все траектории притягиваются к стационарному множеству, но у вас нет устойчивого состояния равновесия. И это как раз та ситуация, которая показывает разницу между математическим и инженерным определением, но вот некоторые тонкости, которые с точки зрения математики надо добавлять. Ну, дальше, значит, понятно, вот этот полицикл, который здесь образуется, стандартная картинка, а также здесь выходят такие интересные картинки, можно наблюдать гомоклинику и цикл первого рода. Интересно, что в статьях по ПЛЛ, тут с точки зрения математики эта картинка возможна, а с точки зрения физики оказывается, что математические параметры физически здесь нереализуемы. Но в инженерных статьях, значит, инженеры вот о таком поведении, значит, обычно, ну, как бы забывают, то есть они не знают. И они не анализируют, там, вот книжки Виттерби, Гарднера, в общем, Библии по, значит, фазо-автопостройке, сейчас и готов. У них нету рассмотрения вот таких математических сложных объектов, которые здесь могут быть, но вот, конечно, надо вспоминать теорему Планкаре-Бендиксон и ее модификацию для цилиндрического фазового пространства. То есть если вы не считаете омега-предельное множество, то вы должны, значит, узнать весь спектр вообще того, что может быть, и не забывать вот о таких тоже случаях. Теперь следующая система, значит, это уже разработки, ну, вот последнего времени, когда у вас фильтр такой полуустойчивый, у вас нулевое собственное число, нулевое собственное число позволяет вам в системе сделать, ну, вот здесь линейную замену, и эту, значит, разность частот засунуть в х. То есть формальная система больше не зависит от разных четырех часов, и для двухмерной модели легко показать, что у вас при любой расфазировке будет глобальная устойчивость. Ну, вот замечательный результат, вообще ни о чем не надо думать, значит, всегда есть глобальная устойчивость, но цена этого того, что вот реализация такого фильтра, она, значит, ну, как бы не очень понятна, да, чуть-чуть отклонились здесь в не ту сторону от нуля, система будет неустойчивой в линейной части, то есть все будет плохо. Но сейчас существуют программные реализации, достаточно точные, поэтому вот это современное направление исследований в западной литературе связано с такими фильтрами. Значит, для фильтров первого порядка быстро было показано, что функция Липунова дает вам, значит, для всех частот здесь глобальной устойчивости, вообще, да, все хорошо. Значит, и была выдвинута гипотеза знаменитым американским инженером Игоном, что если мы будем брать фильтры более высокого порядка, а это важно для того, чтобы лучше фильтровать вот эти двойные частоты, то у вас эта глобальная устойчивость будет сохраняться. Ну вот мы показали, что на самом-то деле, значит, это недавно работа в транзакшене опубликована, что это не так, что условия локальной устойчивости здесь не совпадают с достаточными условиями глобальной, значит, необходимые, достаточные, как в прошлом случае, мы здесь точную границу определить не можем, но с помощью функции Липунова мы можем получить внутреннюю оценку области глобальной устойчивости. Оказывается, что вот между этими условиями есть зазор. Естественно, интересно, что возникает в зазоре между у вас условиями, когда вот у вас устойчивости нету, значит, у вас есть колебания, которые, ну, тут можно показать численно, и вот, значит, там линейной устойчивостью и достаточными условиями глобальной устойчивости. Могут ли там быть скрытые колебания? Ну, вот тот пример, который мы нашли, показывает здесь только самовозбуждение колебаний из окрестностей неустойчивого состояния равновесия. Рождается устойчивый цикл и рождается неустойчивый цикл, который, ну, можно, значит, найти, там, используя стабилизацию папирагасу или некоторых гигиенетрах. Соответственно, вот это одно из направлений текущих исследований, как для фильтров более высокого порядка точно определять здесь границу глобальной устойчивости и некоторые шаги в этом направлении. Следующая важная задача, значит, связана с задачей Гарднера. Значит, там важно, чтобы у вас синхронизация происходила быстро, а это значит, что у вас траектория не должна проскакивать циклы, не должна делать обороты по цилиндру. То есть вы бы хотели, чтобы синхронизация происходила за один такт, не больше одного оборота, чтобы не было, значит, перекручивания такого. И Гарднер поставил эту задачу в 2005 году, соответственно, значит, здесь сложный анализ поведения сепаратрис взаимного, тоже можно, значит, использовать метод функции Липунова, который не позволяет траекториям выскочить за, значит, вот такую трансверсальную область. И в этой задаче у нас тоже получились, в общем, конструктивные оценки, которые сейчас будут опубликованы в A3P Transaction on Automatic Service. Ну и, значит, эти оценки мы сравнивали с различными инженерными оценками и оказывается, что, значит, ну вот есть всегда пересечение между инженерными оценками и, значит, теми, которые у нас, соответственно, получаются. Ну, этот кусочек я пропущу, он связан с дискретными моделями, такой есть ChargePump PLL, где у вас фазовый детектор, он устроен вот дискретно, на переключениях. Возникает двухмерная модель с переключениями и здесь оказывается, что у вас глобальная устойчивость тоже наружается рождением скрытых колебаний. То есть, локально у вас устойчивость, инженеры считают, что все хорошо, но в фазовом пространстве есть притягивающие периодические решения, которые эту картинку портят. Ну и в заключение такой красивый пример, это аналог 16-й проблемы Гильберта, чтобы понять, как сложно вообще искать циклы. Вот такая двухмерная модель. В этой модели все фазовое пространство заполнено, значит, здесь счетное количество предельных циклов. Соответственно, все циклы, кроме, значит, ну вот окружающего единственное состояние равновесия с точки зрения классификации будут скрытыми. Понятно, что в численном эксперименте вы все найти не можете, потому что вы не можете рассмотреть бесконечное фазовое пространство. Ну, всегда берете квадратик, кидаете в него точки, и там что-то вычисляется. А с точки зрения аналитики оказывается, что можно здесь, в общем, эффективно с помощью метода Гармбаланса определить начальные данные для визуализации всех этих циклов. Ну и если вы вместо косинуса возьмете его аппроксимацию рядом, то вы получите как раз 16-ю проблему Гильберта, которая не решена до сих пор и, может быть, будет решена кем-то из вас. Так, ну я пропущу сайты, связанные с моделированием. Ну и вот в заключение хочу сказать, что, значит, эти примеры являются, в общем, мотивацией для использования строгих аналитических методов при исследовании физических систем, что границы глобальной устойчивости в пространстве параметров, значит, могут быть явными, тривиальными, могут быть скрытыми. Скрытые границы требуют анализа нелокальных глобальных бифуркаций, в том числе, значит, это связано с анализом систем без состояния равновесия. Внутренние оценки глобальной устойчивости получаются через различные, вот, Липуновские методы, когда вы получаете достаточные условия. Но эти методы часто дают очень грубые оценки, инженерам приходится выходить за них, для того, чтобы, значит, делать нормальные физические результаты. И это требует проведения, ну, вот, специального сложного моделирования. В заключение я хочу поблагодарить организаторов за приглашение. Мне очень приятно сюда вернуться. Это наша фотография, значит, год назад я был здесь. Мы закончили работу вместе с Ирэ Ран, и, значит, вот здесь Парин Маренко Владимир Иванович представляет группу, и, значит, другие наши коллеги по анализу скрытых аттракторов в системе ЧУАР. И вот был опубликован такой большой пресс-релиз в Ренефе на эту тему, значит, в результате перепечатывания которого, значит, новостного сделали из мухи слона. И в последней версии было написано, что, значит, эта теория помогает, значит, управлять народными волнениями, дословно, и атомными электростанциями. Когда я это прочитал, первое, что я сделал, это, значит, связал с Владимиром Ивановичем и узнал, значит, есть ли у нас бумага об открытом опубликовании. И начал собирать вещи на всякий случай. Ну вот пока. Коллеги, спасибо большое. Спасибо большое. Прекрасно продемонстрировали связь вот нашей любимой републикации и предъявных положений. Вот с этой точки зрения здесь такой вопрос, мы говорим про глобальную устойчивость. Вот в конце даже говорили, что важная, то есть ставится задача, чтобы за конечное число оборотов сходилось в траекторию. А вот вообще, наверное, очень важный пример, все-таки, из-за которого мы к состоянию, если сходимся, если очень медленно это будет происходить, наверное. Да, значит, это очень важный вопрос и действительно есть и как бы временные оценки здесь схождения. Если говорить про дискретные системы с переключениями, то там это время может быть вообще конечным. То есть вообще это основная проблема, значит, нелинейных гладких систем, что траектория стремится к состоянию равновесия, но за бесконечное время. Поэтому в теории управления часто рассматривают инженерные системы. То есть у нас, значит, нелинейность типа сигнума, когда у нас возникает не состояние равновесия, а отрезок покоя. Это стандартное рассмотрение для механических систем с сухим трением. И там оказывается, что схождение траектории к стационарному множеству за конечное время, это время можно конструктивно оценить. Здесь есть некоторые подходы, связанные с этим, мы этим не занимаемся, потому что, значит, ну как, не умеем или не можем. А, значит, вообще есть направление, связанное с оценкой времени, но оценку времени уже имеет смысл делать в неусредненной системе, чтобы она, значит, была, ну, в общем, совсем точная. И там это в основном, в общем, некоторые экспериментальные кривые, которые инженеры, конечно, строят. Это очень правильный вопрос. Так, еще вопрос. Оказывается, у нас 5 минут. Пожалуйста, обманул. 5 минут. Так, это нам нужно еще. Да. Спасибо большое, интересно. Можно ли утверждать, что любая мукостабильная система, это система со скрытым отраком? Нет. Нет. Ну, это зависит от, как бы, значит, нет. Можно, значит, привести примеры. То есть, конечно, значит, есть системы, где у вас много состояния равновесия, и каждая из них порождает свой локальный отракт, например. Можно сделать так. А можно сделать, наверное, хитрую систему, где у вас нету равномерности, то есть одно состояние равновесия, но разные направления будут притягиваться к разным отракторам. Наверное, это был бы красивый тоже пример. Вот. Поэтому нет. Еще вопросы. Вот меня в связи с этим очень как раз, значит, заинтересовал ваш доклад, потому что там богатство динамики вообще должно быть колоссальным. У нас начальных данных столько, и главное, что там эти состояния равновесия, они, ну, наивны, так кажется, что они слабо связаны. И что можно было бы поиграть так, чтобы вообще устроить там, значит. Можно? Мне простой терминологический вопрос. Вот если мы обращаемся к старому двумерному случаю, там, ну, терминология тоже меняется со временем. Если мы возьмем, там, старые книжки Трубецкого и Рубиновича, то тогда говорили немножко не так в 80-е годы, как сейчас. Но, тем не менее, у них был такой термин, как, там, рождение цикла из сгущения фазовых траекторий. Ну, то есть, когда у вас есть устойчивая точка, и она сохраняет свою устойчивость, и потом, значит, не только вот это вот закручивание, оно в какой-то области вокруг нее становится все медленнее и медленнее, и там рождается, значит, цикл неустойчивый и устойчивый. Ну, сейчас говорят, что седлоузловая мифуркация цикла, фактически это же не локальная. Да, конечно, значит, вопрос... Но в отображении же это будет локальное, если... Это хорошо, что система двухмерная, мы знаем, где отображать. А как только у нас эта система ставит не двухмерной, то у нас начнутся проблемы. И вот, в частности, в ЧУА мы показывали, значит, что вот там трехмерная система, там тоже возникает эта седлоузловая мифуркация. И вот, значит, а всегда ли ее можно поймать математически? Там оказалось очень интересно, значит, что физически ее поймать, значит, можно не всегда, потому что там, значит, ну, в общем, возникают некоторые проблемы. А математически вышло, что кривая локальной мифуркации натыкается на нее, на седлоузловую. И таким образом, значит, ну, там XP-out или, значит, что-то позволяет ее вытащить. Но никаких возможностей доказать, что вы обязательно вонхнетесь, нету. А главное, этот подход не позволяет вам доказать, что у вас нет другой гадости. То есть, как бы вот бифуркация, это хорошо, когда, значит, как у нас, вначале был найден скрытый аттрактор в ЧУА, а потом, значит, уже туда положили, и оказалось, что да, значит, вот бифуркационные методы, пакеты позволяют, значит, там многое вытащить. Но обратный метод... А когда нужно доказать, что в пространстве ничего нет, то, значит, возникают трудности. Хороший пример 16-я проблема Гильберта. Если бы там все доставалось бифуркационно, то она бы была решена. Но ответа, значит, ну как же, как мы знаем, до сих пор нет. Ну, то есть из-за того, что двумерная, как бы все... Двухмерная проще. Да, мы как только мы... Даже вот этот пример, который я показал, уже показывает, что, значит, ну, что здесь можно сделать численное? Вот он двухмерный. Ну, взять сечение Планкаре. Вот, значит, численное-то на бесконечность, но мы всегда конечный кусок смотрим. То есть, тот же XP-out и еще что-то. Вот, значит, ну, вот есть проблемы с этим. То есть, масштагируем. Там просто выявили, что хорошо, что, значит, есть, как бы, абсорбент. То есть, мы, на самом-то деле, можем аналитически показать, ну, вот, когда гамма меньше синуса. То есть, ну, в общем, когда, значит, вот, что мы вжали в полоску. И вот тогда начинается... У нас ограниченная фактически фазовая пространство, в котором есть смысл физически рассматривать. Да, да, да. Спасибо. Еще вопросы. Второй вопрос, а я задам. А вот функцию Рекунова, какого они увидят? Это же внутренное дело. Да, значит, это вообще потрясающая история этих функций Рекунова. Она связана с гениальной инженерной интуицией. Значит, вот такой ученый-механик Лурье, значит, который... Он был механиком, и он, будучи в эвакуации в Екатеринбурге, вместе с Постником, он, по-моему, 46-й год опубликовал статью, где вот для системы вида х точкой равняется ах плюс бфи, где фи скалярная штука, б вектор, а, значит, линейная часть, он предложил такой вид. Это, значит, квадратичная форма плюс интеграл от нелинейности, потому что там нелинейность не счет, но и, значит, интеграл, ну, в общем, все хорошо. И он без доказательства этого результата сказал, что, значит, вообще отсюда получается глобальная устойчивость. Когда математики в Екатеринбурге, ну, Барбашин известный, значит, он в Москве получал образование, и молодой Карасовский посмотрел на этот результат, то они изумеются, потому что, значит, ну, глобальная устойчивость выходит, а теоремта глобальной устойчивости Липунова нет, у него все это локально, и они все это доказывают. И, соответственно, появилась теория глобальной устойчивости. Поэтому вообще это всегда, конечно, piece of art построение функций Липунова, но для таких систем, значит, есть некоторые, как бы, классы функций Липунова, ну, вот такого плана, значит, которые всегда работают. Другое дело, что инженеров часто оценки не устраивают, потому что, ну, вы, как бы, очень консервативную получили оценку, и все равно приходится двигаться дальше, все равно моделировать, все равно физический эксперимент. Понятно. Ну, что их угадают, все они делают. Нет. Но, значит, для таких систем есть еще эффективные критерии, это так называемый частотный подход, знаменитая, значит, лима Попова-Якубовича-Калмана, Попов тоже, значит, он был гениальный инженер, имеющий, ну, вот, образование в электротехнике. И для него вот эти частотные характеристики были очень понятными вещами, и он смог по существу обосновать критерии глобальной устойчивости по первому приближению. То есть он объяснил, как пропуская, значит, периодический сигнал, смотря характеристику линейной части системы, обеспечить глобальную устойчивость, если у вас не линейность, ну, находится в так называемом секторе линейной устойчивости. Ну, в общем, там дополнительные условия. Но там, в общем, такая суровая, как бы, теория, но зато конструктивный результат, который тоже можно применять. Вот можно вопрос. Вот в этой системе мы берем b малое, да, когда мы имеем центр, ну, b нулевое, а потом b мы начинаем чуть-чуть увеличивать и знаем, что у нас функция бейсили есть, да, но если мы эту штуку решаем, усоединяем систему, получаем функцию бейсили при усреднении, да, для амплитуды. И мы знаем, что вот все эти вот кривые циклы, на самом деле, они порождены некоторым одномерным уравнением, рост точек там равняется от f от ров и ф от функции бейсили, так возникает вопрос, ну, я же знаю, как будет функция бейсили, а что здесь скрытого-то? То есть, если это скрыто для инженеров, то, наверное, это надо сказать, скрыто для инженеров от ракта, потому что для математики здесь проблемы нет. Это хороший пример, а если вы возьмете, значит, вместо косинуса его аппроксимацию, ну, кусок ряда возьмете, то у вас начнутся проблемы, потому что это будет 16-я проблема Гильберта. Это здесь просто как раз специально пример, который показывает, что математически все находится, вот как раз эта картинка справа, ровно как мы сказали, абсолютно верно. А с точки зрения моделирования, если вы начнете рэндомно кидать точки, задача определить все циклы в фазовом пространстве, все аттракты. Ну, тут у нас по анкаре Миндексу дает только периодический аттракт. То эту задачу численно вам решить не удастся, потому что вы в ограниченную область будете кидать. И численно всегда ничего решить не удастся по существу. Да, ну вот. Есть орбиты с областью притяжения 10-40. Ну, конечно, значит, но просто они, может быть, не так важны, там, 10-40, ну, с точки зрения шумов или чего-то. Но вам даже не удастся найти орбиты с нормальной областью притяжения. Просто есть термин мультистабильность, и есть термин, как бы, вами, Вадимой, скрытый аттрактор. А математический скрытый аттрактор, это непонятно вообще, что такое. Скрытый аттрактор, это, как бы, это не классификация математических объектов, это, скорее, классификация нашего отношения по знанию относительно этих объектов. Нет, нет, нет. Вы можете это прояснить чуть-чуть? Значит, скрытый аттрактор, это, ну, значит, разное есть определение аттрактора. Мы рассматриваем аттрактор, который имеет, значит, открытую область притяжения. То есть не по миланеру, когда почти все, а, значит, у вас есть, значит, ну, там, компактная, замкнутая, там, значит, т-т-т, имеющая область притяжения. Была отделена, не касалась состояния равновесия. И если, значит, область притяжения у вас локального аттрактора не касается состояния равновесия, то у вас возникают проблемы, как выбрать начальные данные для его визуализации. Это чисто математическое определение, связанное с областью просто притяжения объектов в одном пространстве. А как это связано? Вот есть такой, или спрот американский? Мы с ним вместе работали. А, вот, и вот там масса работала, да, да. Поэтому, все, понятно. Ясно. Потом, может, истану. Так, ну, теперь надо переходить к следующему нашему онлайн-сплату. Спасибо.